привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала сегодня мы продолжаем наши уроки по джава скрипту и давайте вначале поговорим о переменных итак в наших уроках да я использовал уже ключевое слово war для объявления переменной давайте об этом немножко поподробнее для хранения данных программе используются переменные ну это вы уже знаете переменные предназначены для хранения каких-нибудь временных данных или таких данных которые в процессе работы могут менять но менять свое значение для создания переменных применяется ключевое слово вора которыми я уже говорил ну здесь у нас да есть примерчик там war а переменная который равняется выражению 5 плюс 5 вот каждая переменная имеет имя ну собственно я это уже упомянул имя представляет собой произвольный набор алфавит на цифровых символов знака подчеркивания или знака доллара причем название не должны начинаться с цифровых символов то есть мы можем использовать название буквы цифры подчеркивания однако все остальные символы запрещены это нужно учитывать ну например допустим да давайте здесь вам для наглядности напишу ну допустим вар вар допустим доллар сам вар это правильное название переменной правильное имя ну допустим можно сделать тогда сам вар там сам вар там два три четыре пять это правильно но начинать допустим с цифры один сам вар нельзя да вот видите студия подчеркивает на меня с не пик живоскрипта есть он подчеркивает так нельзя делать вот то есть основную суть вы поняли ну и допустим также если мы используем знака собачкин тоже будет подчеркивать также нельзя давать переменным такие имена которые совпадают с зарезаться резервированными ключевыми словами в java script их не так но поэтому данное правило не сложно соблюдать например следующее название будет некорректным ну да если мы здесь напишем вар for то вы знаете for что это цикл и назначить переменной там допустим имя ключевого слова цикла это будет ошибка ну и давайте перечислю вам список зарезервированных слов java script это ключевые системные слова до абстракт буллин брейк байт кейс кетч чар класс конст континью и дебаггер дефа уделить ду добыл элс и нам экспорт экстенс фас файна файна ли флот фо фанкшон гоуту и в имплемент с импорт ин инстинс оф инт интерфейс вонг мэтьев нью ну пэкэч private protected public return shot static супер свич синхрон айзет вис тролл троллс transient true try type of war там на лишь в волатайл но такое слово не использую ключевые шпаргалками да есть white вайл и виз это те ключевые слова которые используются там системой самим компилятором java script вот при названии переменных надо учитывать что java script является регистрозависимым языком то есть если мы допустим сделаем вар а и вар большая на то это будут две разные переменные и в этих двух разных переменных можно хранить разные данные через запятую можно определить сразу несколько переменных допустим если у вас там до блоге вы определяете переменные то можно указать следующим образом вар а большая маленькая то есть это одним ключевым словом определили несколько переменных замечать то есть таким образом можно определять переменные то есть более структурировано более красивым виде там в одном месте есть ну то есть это скажем так уже на ваш вкус и это позволяет писать более красивый код и итак с помощью знака равно который еще называют оператором присвоения можно присваивать переменные какое-либо значение это мы уже делали да можно делать допустим здесь у нас вверху выражение а равняется 5 плюс 5 фара можно допустим присвоить значение допустим ладно у нас есть переменная а давайте здесь а маленькую берем и напишем допустим а большая равняется маленькая то есть это означает что наша переменная большая будет равняться тоже 5 плюс 5 то есть можно присваивать значение других переменных не только там какие-то выражения процесс присвоения переменной начального значения называется инициализации то есть это инициализация ну и в данном случае как бы здесь у нас уже идет присвоение здесь массе инициализации в первом случае вот теперь все в принципе я ясно также отличительной чертой переменных является то что мы можем изменить их значение ну допустим не обязательно да там переприслаив значение там брить другой переменной ну вернее о чем вообще речь если у нас здесь есть до переменная а которая объявлена сверху на равняется 5 плюс 5 мы можем для другой какой-то операции если нам переменная а в первоначальном ее и ее значение не нужно то мы можем просто переопределить а равняется там допустим не знаю 25 то скажем так в этом случае у нас а равняется а 5 плюс 5 здесь мы а большой присвоили значение а а у нас равняется до 5 плюс 5 5 плюс 5 то есть 10 а теперь а маленькая у нас будет равняться 25 то есть а большая 10 а маленькая 25 ничего как бы сложного ну и в принципе это все что я хотел сказать вам о переменных давайте сейчас поговорим о следующем так одну секундочку и поговорим мы о типах данных напишите пожалуйста также в комментариях как вам лучше уроки покороче там да по каждой теме там урок перемены там урок типа данных и так далее или делать более скажем так длинные ролики и охватывать там несколько тем ну давайте в этой теме еще расскажу вам о типах данных мы это связано с переменными вот итак дорогие друзья все используемые данные в javascript имеют определенный тип в javascript имеется 5 примитивных типов данных это string который представляет строку number который представляет числовое значение буллин представляет логическое значение true или false то есть истина или ложь on definite указывает то что значение не установлено и но указывает на неопределенное значение все данные которые не попадают под выше перечисленные 5 типов относятся к типу object то есть объект и так ну для примера да у нас а переменная типа number потому что до принимает знать нас значение то есть выражение число короче это нам вот числа javascript могут иметь две формы целые числа например да наши пять плюс пять то есть равно 10 ну давайте да а равняется 25 это наше целое число мы можем использовать как положительные так и отрицательные числа диапазон на используемых чисел от минус 253 степени до 253 степени дробные числа числа с плавающей точкой например 3.5575 опять же можно использовать как положительные таки отрицательные числа но мы можем использовать допустим 225 там 575 ну то есть как и других языках программирование вот ну и для чисел сплавающей точкой используется тот же диапазон от минус 2 в 53 степени до 2 в 53 степени и так давайте поговорим о строках тип стринг представляет собой строки то есть те такие данные которые заключены в кавычки например если мы сделаем а равняется hello world то это у нас строковая переменная она содержит строковая переменная типа стринг замечательно причем мы можем использовать как двойные так и одинарные кавычки то есть если мы выполним это следующим образом это не будет ошибкой все будет замечательно работать единственное ограничение тип закрывающий кавычки должен быть тот же что и тип открывающий то есть либо обе двойные либо оба обе одинарные это логично как да вот если внутри строки встречаются кавычки то мы и должны экранировать слэшем например пусть у нас есть какой-то текст даст нам нужно какое-то название там выделить кавычками да ну текст такое случается обычно там у нас ровнется все если нам нужно допустим hello какое-то значение world в кавычках нам нужно да у нас ругается на кавычки нужно экранировать ну допустим hello cool world классный мир до в кавычках поставить кавычки экранируются так не они этим слышим забыл так для постарая клавиатура этим слышим вот то есть кавычки экранируются слэшами и давайте выведем что ли студия студия документу врать и напишем а равно и плюс наша а им давайте обновим а равно давайте сейчас результат до за коменте или просто на давайте берем пока а равняется до холл к ворлд к в кавычках замечательно то есть кавычки мы экранируем с вашим так это чё такое у нас так запись идет запись замечательно давайте продолжим также мы можем внутри строк использовать другой тип кавычек то есть смотрите если у нас здесь двойные кавычки да для строковой перемены то без экранирования мы замечательно можем использовать одинарные кавычки точно так же если нам нужно не хотим мы там если у нас допустим но встречается значению кавычках не хотим мы экранировать строку давайте мы используем здесь одинарные кавычки и здесь мы используем двойные и у нас все замечательно работает то есть давайте сейчас сохраним и обновим нашу страничку убрать все замечательно удобно как бы этим можно пользоваться тип буллин тип буллин представляет булевое или логические значения трю или фолст то есть да или нет ну допустим вар из джун равняется true это буллинская перемена да и которая равняется дать true истину из фолст равняется фолст это будет буллинская перемена которая равняется да то есть фолст ложат так ну то есть него шаган как мы да нет да то есть фолста нет вот и скажем так к операторам и в циклам этом и позже пройдем ну давайте сейчас для проверки да и в из true равняется true то есть если наша переменная из true равняется истина истина то давайте сделаем alert и выведем сюда true и здесь точно так же true и здесь точно так же if из false равняется false выведем alert false так ну и давайте обновим вот true и false то есть отработала то что действительно да у нас из false равняется false и стру равняется true где это обычно применяется если мы там выполняем какую-то операцию нас скажем так в разных случаях будут разные значения то есть если у нас допустим переменная а равняется 10 то из там будет какое-то значение будет true если не 10 там больше меньше то false то есть и следующим образом мы будем там выполнять какие-то операции если 10 такой код выполняем если не 10 там иначе выполняем другой код но об этом уже мы поговорим подробнее когда будем изучать конструкцию if а когда будем говорить о циклах и так далее вот так же скажем так нередко возникает путеницам между нул и on the find и так когда мы только определяем переменную без присвоения ей начального значения она представляет тип on the find то есть давайте удалим и есть у нас будет переменная вар ну какой-то там не знаю вар один то это у нас переменная on the find давайте используем ну давайте alert нет давайте ладно консоли лог мы его учили давайте используем консоли лог и давайте выведем наш вар один то есть так можно проверять все замечательно здесь 12 где наша консоль к родимая вот мы видим до on the find давайте чтобы это ясно было там вар один равняется вар один on the find замечательно и так присвоение значения нул означает что переменная имеет некоторые неопределенное значение не число не строка не логическое значение но все-таки имеет значение on the find это означает что переменная не имеет значения ну это как бы в будущем когда будем изучать более подробней об этом поговорим вот итак в javascript скажем так используется слабая типизация javascript является языком со слабой типизации это означает что переменные могут динамически меня свой тип то есть у нас есть наша переменная допустим вар из true сейчас она булевская потому что она содержит значение true но если мы ее переопределим и допустим равно напишем там я не знаю хэллоу пойти навигатор то это уже будет строковая переменная которая содержит строку то есть да хэллоу эти навигатор вот о чем речь если вам нужно менять там тип в разные перемен там разные значения вам как строго типизированных языках не нужно определять там переменную там и другую там другим типом или там динамик использовать данными да вот несмотря на то что скажем так в разных случаях ладно продолжим да сейчас немножко не туда глянул в общем друзья это важный момент который нужно учитывать от которого зависит поведение переменной в программе вот то есть за за типом все таки у нас да вспомнил чем искать у нас типизация динамическая но за типом все-таки нужно следить если мы конкатенируем две строки то нужно учитывать что да мы две строки используем допустим можем и стру равняется там не знаем стринг 2 давайте выведем нашу стрим 2 стрим 2 из not defined а я ступил извиняюсь видите как бывает мы видим да у нас приписывалась нормально если мы приписываем число то у нас это будет строка то есть строка плюс число будет строка если здесь мы добавим число то выведется число она как бы если строку здесь допустим да у нас будет 2 плюс 2 до получится 22 то есть число 2 плюс 2 будет строка 22 то есть за типизации нужно следить как бы и думать что к чему мы плюсуем и так далее и так давайте еще в конце вам расскажу об операторе type of с помощью оператора type of можно получить тип переменной и этим всегда нужно пользоваться в будущем мы будем использовать проверки на тип это скажем так фундаментальный момент который мы будем всегда использовать ну давайте в консоль выведем type of нашей переменной и стру и что у нас получится стринг замечательно если мы уберем кавычки да будет 2 плюс 2 тип номер хорошо давайте перепределение уберем теперь у нас и стру равняется true и буллин все замечательно то есть это все что я хотел вам рассказать о переменных и типах данных возможно да немножко скажем так поверхностно прошлись но в будущем мы будем возвращаться и будем уже применять это скажем так на практике дорогие друзья надеюсь видео урок был для вас полезным напишите пожалуйста ваш отзыв в комментариях не будет будет важно это все видеть по увидеть почитать и друзья все-таки черкните пару строк о том что как вам лучше вот такие более длинные уроки которые охватывают несколько тем или как раньше там одна тема один коротенький ролик ну что спасибо за внимание в следующем уроке мы поговорим с вами об операциях с переменными ну все всем спасибо и до новых встреч пока пока пока